всем добрый день мы продолжаем передачу эпоха последнего поколения со мной как всегда доктор хайлайтман здравствуйте добрый день мы продолжаем это уже четвертая передача разбирать с вами статью уникальную статью последнее поколение которую написал великий каббалист юда ашлаг каббалист двадцатого века он в принципе взял все основы торы основа тора это возлюбить ближнего и попытался описать как это будет происходить в поколении когда уже какая-то часть людей будет находиться вот в таких свойствах и как будет выглядеть наш мир как будет устроено общество когда часть людей же будут находиться в таких отношениях и вот он пишет что что в основе всех его на разъяснение а еще тут надо добавить что он это написал для себя то есть эти все записки были написаны не для широкой публики как бы он писал это для себя тоже надо понимать что это разъяснение которое он писал для того чтобы далее продолжить что-то описывать более серьезные статьи вот и он пишет так что все его разъяснения они основаны на том что есть желание наслаждаться отпечатанная в каждом творении и представляющая собой отличие от творца по свойствам и далее он говорит что вся цель творения что мы должны из этого состояния отличного по свойствам должны слиться с творцом по свойству вот и для этого существует наш весь мир и все остальное что здесь происходит у меня вопрос что значит и слиться с творцом по свойствам как это может происходить но это значит в первую очередь что те свойства которые противоположны творцу局 нету него но есть у нас мы должны аннулировать в себе сделать так чтобы они не проявлялись нежелательными пользоваться это самое главное но что значит слиться как как-то может проявляться в отношениях между между нами между людьми ведь творит скрыт поэтому в которой я свои свойства делаю подобными творцу то я ощущаю его да это понятно именно на словах но я даже не говорю как это сделать а я просто пытаюсь понять ведь творец скрыт нету такого эталона где я могу наблюдать вот за ним и проверять себя я как это свойство отдачи свойства дачи и любви и если мы вместо тех эгоистических свойств обратно к творцу сможем поменять наши свойства наподобие творцу то мы в этих свойствах ощутим то что ощущает творец то есть практически мы ощутим его хорошо далее он пишет что большое откровение выявится во всей своей полноте лишь в дни машеха тут какому он говорит откровение ну то есть какое-то раскрытие творца именно дни машеха или последнее поколение он говорит что это за период это период времени время в котором мы можем изменить подавить аннулировать свои эгоистические свойства и заменить их обратными свойствами отдачи и любви это время называется временем машеха то есть что мы становимся подобными творцу это не просто какое-то определенное время что мы можем назвать сейчас дату это период когда человечество начинает стремиться изменить себя со свойства получения на свойства отдачи это какая-то масса людей должна быть или единицы должна быть какая-то масса людей которые понимают что это необходимо естественно что соответственно с этим будут какие-то внешние силы другие не те что сегодня воздействовать на человечество которые будут стремиться подтолкнуть человечество к этому мы должны будем продолжать изучение обучение каббале чтобы это помогло людям приблизиться к творцу по свойствам то есть принципе и иди идея простая то есть творец он сам по природе альтруист нас создал эгоистами и мы должны сами захотеть приобрести в альтруистические свойства да да вроде так одним предложением можно всю эту идеологию выразить ну и дальше уже когда мы говорим о реализации бальсулам пишет что для этого есть два пути один путь он пишет это путь страданий это естественный путь развития и второй путь это путь когда осознанный когда какой-то там воспитательный процесс будет и и люди смогут осознанно продвигаться к так таким альтруистическим свойствам и вот здесь вопрос он пишет а третье четвертое мировых войнах как как пути страданий и а вот этот как вы видите вот этот путь хороший путь добрый путь воспитания как он может происходить я думаю что это может быть сейчас это и происходит то есть все вот эти вот стычки кризисы войны между россией и западным миром это все и есть та война которая постепенно постепенно должна изменить человечество показать ему что самой войне никто ничего не выигрывает и победителей нет я думаю что в этом состоянии мы практически находимся мы имеем ввиду все человечество потому что в конце дней что называется в конце нашего развития человеческого мы уже не разделяем себя на страны даже на континенты мы уже стремимся к тому чтобы подняться над нашей природой это намного больше чем всевозможные договоры между собой между странами и так далее я надеюсь что мы уже начинаем осваивать может быть еще не ясно для самих нас но мы начинаем осваивать эти законы эти законы которые которые нас приведут к полному исправлению в принципе вы говорите что вот этот путь осознанный путь развития он его предварительная стадия его это осознание зла нашей эгоистической природы то есть да что войны не приводят ни к чему и вообще нет никакого смысла в этом всем просто люди так да да то в принципе если я понимаю есть вообще две такие тенденции они существуют вы как то вы говорили что это в самой природе человека это как и гулим и ёшер да то есть как круги и ёшер это да и это описано в каббалистических книгах и потому мы видим что есть тенденция к глобализации к тому чтобы вообще стереть полностью личность человека что все как одно целое все и есть тенденция наоборот к национализации каким-то национальным ценностям к индивидуализм и так далее как это все это связать ну это грубо говорю это две тенденции это нам надо еще все осознать но в принципе как я понимаю ни в коем случае не жертвуя индивидуальностью каждого из нас а наоборот позволяя ей развиваться мы одновременно должны понять что будущее человечество одно только в полном объединении всех между собой но не то не в таком смысле что это давит и заставляет человека быть просто как подобным другим то есть вы говорите что должно быть сочетание этих двух тенденций да они как вот одна и вторая то есть они должны так понимаю проявиться в полной своей яркости можно так выразиться и тогда уже будет сочетание да и здесь вот интересно дальше балясу ламп пишет что прежде чем затронуть суд дело он говорит что он объясняет что и люди делятся на два на два вида эгоисты и и он еще даже так горит что 10 процентов альтруистов и 90 эгоистов вот и я бы хотел узнать чем а какой корень этого разделения это раз и второе почему все таки в нашем мире если природа наша эгоистическая почему здесь процентов альтруистов какая их функция ну это исходя из свойства природы когда свет создает клей то он создает его из 10 сферот эманаций частей и самая верхняя часть это кетер она состоит только из свойства дачи а затем уже ухма бина с двора тиферет не цех от есот и молхут самая противоположная часть свойства отдачи и поэтому между свойством кетер свойством полной отдачи и молхут свойством полного получения находятся все остальные наши свойства так что мы можем сказать что 10 процентов от людей живущих на земле минимум 10 процентов из них в принципе стремляться или хотели бы жить в обществе отдачи в обществе любви взаимного ну взаимопомощи помощи да и так далее 90 процентов это чистые эгоисты которые только хотят использовать других но не совсем чистые но в общем уже склоняющиеся к эгоизму в еще больше и больше и больше степени в соответствии с какими процентами эгоизма и альтруизма они находятся но ближе к молхут это конечно те части человечества которые обладают огромным эгоизмом то есть принципе получается это корень в этом это структура внутренняя структура человечества которые изучают каббала это эти 10 сферот из них только только кетер это в принципе сфера чистая сфера отдачи на все остальные уже там замешана какая-то часть эгоистическая верно и вот баль сулам поэтому он говорит что это очень важно знать все эти основы для того чтобы потом построить это общество и он говорит что никакое воспитание вообще не поможет сделать так чтобы вот эти 90 процентов эгоистов чтобы их научить заботиться обо всех ради чтобы они заботились о себе только необходимым а все остальное время тратили о заботе о других это воспитание здесь не поможет и он говорит что потому что воспитание не меняет эгоистическую природу человека с эгоизма на альтруизм и здесь тогда задается вопрос а что да поможет если не воспитание не не мнение общества а что да распространение распространение самой идеи показать всему человечеству его исторический путь его основа его корни это ту цель которая которую он должен достичь и таким образом будет ясно всем в каком состоянии они находятся где они находятся в какой природе они существуют это все поможет это все поможет человечеству начинать выкарабкиваться из твоей эгоистической я мы я бы сказал и в которой она находится далее вот он пишет что также человечество делится на предприимчивых и отстающих и которых большинство да вот и что это вот такой за естественный закон причем него неважно это какой строй общественный да это может быть капитализм социализм все равно те кто предприимчивые их там там малая часть они всегда будут властвовать эксплуатировать этих отстающих так вот вопросы почему такое происходит деление и как это можно связать с целью творения то есть для чего так такое неравенство происходит чем неважно при каком строе это уже неравенство которое основано на соответствие человека с теми периодами которые он должен пройти в своем развитии для достижения целетворения то есть это зависит от поколений вот степени связи между между людьми и так далее то есть это как бы процесс исправления да то то есть часть времени мы находимся в таком состоянии в таком это для того чтобы получить какой-то жизненный опыт да но в своей душе как бы должно отпечататься да и суметь ее направить правильно иначе мы до конца не поймем нашу эгоистическую природу то есть должны побывать в разных состояниях ну вот и в конце он интересно так говорит что сейчас я даже зачитаю ну не могу найти в общем в конце барсулам пишет что должно быть какой-то высшая цель то есть если воспитание не работает общественное мнение не работает то необходимо а вот он говорит что необходимо вселить в сердце работника веру в духовное вознаграждение наказание от творца знающего тайны вот тут что это такое что это за такой элемент дополнительный который в принципе барсулам говорит что благодаря ему мы да сможем сделать эту трансформацию иначе просто останемся это просто идея как утопическая кажется да вот мы сейчас разговариваем чтобы нам подняться для того чтобы нам подняться с нашего уровня животного эгоистического для это нам надо устремиться к следующему уровню к уровню человек альтруистически мы этом путь можем пройти огромными страданиями которые вынудят в нас к этому или мы можем пройти с помощью своих усилий когда мы знаем что впереди ждет и какие силы природы находятся в нашем распоряжении и тогда мы сможем помочь сами себе и привести себя к абсолютному сосуществование то есть вот этот элемент стремление какой-то высшей ступени к творцу он должен присутствовать во всем этом этапе и как горючее да как цель которая к чему мы стремимся иначе чего вдруг 90 процентов эгоистов вдруг захотят поменять свою природу и заботиться об обществе больше чем ну или хотя бы на том уровне как о себе то есть должна быть какая-то мотивация у них и что такая мотивация может быть вот эта высшая сила она может так нас мотивировать конечно но как то может произойти если до до сегодняшнего времени это не произошло и религии в этом даже не помогли хотя религии тоже как бы пытаются говорят что да творец это добро любовь религии они действуют на очень низком уровне и кроме того они себя уже забраковали если можно так сказать ну в своих на начальных этапах понятно что религии они действительно помогать помогли человечеству иначе вообще мы были бы как как животное да без религии мы не смогли бы существовать это понятно а затем уже идет процесс тысячелетнего отделения религии от прогресса от изменения человечества вплоть до создания уже учебных заведений в которых изучаются естественные науки изучается кабала и мы сегодня приходим уже к такому состоянию когда мы можем объяснять всем людям на земле спокойно без всяких запретительных ограничений что такое кабала для чего она нужна как ее освоить и что своей помощью можно достичь и все таки вот последний вопрос вот эта трансформация в человеке его эгоистической природы на альтруистическую для того чтобы достичь слияния с творцом в принципе выглядит красиво но как она я не спрашиваю сам процесс как это может произойти то есть так как творец создал высшая сила создал нашу эгоистическую природу понятно что она может ее изменить я мне непонятно как в нашем мире этот процесс осознания этого всего как можно донести эту идею кому кому нет коммуникации достаточно нет достаточно ведь эти это же воспитательный процесс это не просто ты сказал человеку и все а воспитательный процесс находится в руках в руках эксплуататоров поэтому как бы им не выгодно это я думаю что воспитательный процесс такого типа общая общего на всю систему человечества он находится в руках творца и поэтому пишет Баля Сулам и другие каббалисты что мы обязаны начинать распространение всеми силами и вести как можно быстрее человечество к этой цели объяснив ему что нас ждет если мы правильно пройдем этот путь и что нас ждет если мы неправильно будем действовать так что перед нами есть четкое указание и и мы должны ему следовать то есть вы говорите что есть как если я правильно понял есть какая-то сила в природе которая знает как вести и развивать человечество и надо только поменьше мешать и да полагаться на нее спасибо вам большое до следующей встречи до свидания тебе так же